нет человека нет проблемы решили в киеве и вот стали выносить заочные приговоры вот как михаил ефремов фильме день выборов я горит тебя от пою я тебя то я тебя все и все на свете но вот петр гецко наш замечательный русин и руководитель всегалактического объединения русинов мира получил 12 лет лишения свободы правда заочно потому что дотянуться костлявая рука украинского правосудия до петра не смогла но зато украинская власть сейчас замечательно может лишать оказывается я только что алексей журавка этот телеграме прочитал лишать украинского гражданца мне как крымчанину было бы наоборот приятно что лишили и лишили это уже россиянин а вот алексей валерьевич 7 лет мечтает вернуться домой не получает поэтому российского гражданства хранить свой украинский паспорт хочет вернуться и навести порядок на родной херсонщине ага разбежался вот они сейчас его лишат гражданство да еще и посадят заочно лет на 15 алексей лечь приветствую приветствую ну что тебе можно сказать дураки то не могут сходить с ума но чувствую что сходятся и уже дураки страшно конечно на это все смотреть видеть как это все происходит и так далее так алексей валерьевич у тебя изображение пропало и так все ты вернулся на экран это что техника шалит но подожди дураки то они дураки но скажи пожалуйста вот по простому по нормальному а что делать тем людям которые временно опять ты пропался с экрана вот я которые время временно покинули страну и попали в черные списки раньше был миротворец этого герасченко да а сейчас возьмут и на основании этого миротворца граждан украины начнут лишать гражданство что-то да я не услышал что-то со связью я догадался что делать и если сейчас граждан украины будут лишать заочно гражданство тем людям которые в общем-то на миротворце обозначены еще где-то обозначены кто-то взял и решил что это плохие граждане украины ну давай будем так этот закон который они вчера приняли они продолжают ту вещь когда можно осуждать сегодня человека заочно то есть по принципу чужой но не свой значит висишь на миротворце от балды придумали уголовное дело подали в суд суд быстренько рассмотрел и вперед дальше они осуждают заочно они подают международный розыск и человек фактически не выездной даже если он как вот я в россию до уехал принимается решение прикрепляется тяжелая статья как у меня террорист до пожизненное заключение что я типа какую-то банду сформировал и из-за меня рушится целая страна направлять международные розыске все я уже отсюда не смогу и вот и все но такая схема применяется и на паспорта вот они сейчас закон примут они его хотят внести ты не угоден значит украина имеет право лишить тебя гражданство вот таким методом они на сегодняшний момент пользуются хотя это антиконституционно конституция этого не разрешает делать но мы все видели как вводятся санкции как своих же людей лишают всего того что положено конституции поэтому ну страна кривых зеркал мы вчера конечно не все многие из нас пытались наблюдать за событиями в киеве уже звучат голоса не обращайте во внимание сколько там тех нацистов вышла на этот парад вышиванок в честь дня рождения дивизии сс галиция вопрос не в этом вопрос как власть на это реагирует как власть охраняла участников этого парада марша шествия и как будет власть реагировать если вдруг полмиллиона или миллион киевлян выйдет и пойдет к ватутину к вечному огню возлагать цветы поднимет знамена победы копия хотя бы вот такие как у тебя сейчас есть что будет делать власть с этими людьми то они будут направлять нациков творить провокации все уже понятно что строится государство фашистская поэтому там ничего нет святого все уже понятно просто мы зачем на это долго смотрим и тот же самый израиль я смотрю продолжает бизнес продолжают себя так вести как будто это партнеры наверно все забыли что такое бабе яр наверное все забыли те страшные трагедии которые творили эти негодяи поэтому в данный момент что мне говорить видно надо повторить 45 год победу и зачистить эту всю шваль которая практически издевается над всем народом мне конечно стыдно за киевлян что они на сегодняшний момент молчат а хотя по большому счету если каждый стал поднялся со своего дивана со своей кровати и вышел на улицу и сказал все хватит этот беспредел творить хватит наших уничтожать наши памятники уничтожать и так далее я думаю они бы полетели неизвестно куда вот эти все негодяи том числе и сбу которая потворствует полиция которая потворствует и шмыгаль не немец как я его называю вместе с зеленскими с порошенко потом в этом то беда алексей валерьевич вот зеленского ты упомянул а ведь этот человек на днях ко мне почти приезжал в гости то есть на границу с крымом херсонскую область наверняка там походил посмотрел в бинокль на крымский полуостров вот а что он подает какие сигналы вот он и чем-то на байдена только такую карликовую карикатурную версию похож байден сначала оскорбляет путина потом приглашает с ним встретиться звонит ему потом санкции против россии следом вводит опять обзывает россию и опять предлагает давайте говорит дружить будем вот этот дурачок приехал к крыму показал на крым что это наша украинская земля похвалил военных гитлер пощелкал по щеке до ладошкой тут же давай путин встретимся с тобой в ватикане например или у стены плачет ну ты знаешь я не смеялся над этим во всем есть определенный смысл и противник и противник своими действиями всегда пытается какую-то точку найти для того чтобы не был смысл мне не нравится эта ситуация я и пишу и говорю я сказал грубым словом как это называется да но не хочу а на самом деле эта ситуация к добру не доведет понимаешь раскачка воинственности продолжается раскачка и о том что россия является агрессор продолжается после его приезда народ начали загонять там мы знаем что недавно учение там прошли с был антитеррористические поэтому это намек на то что впереди еще надо ждать от них пакость либо какие-то террористические действия и так далее все это неспроста по крыму им конечно тяжело бомбануть ну а по донбассу мы видим любой его приезд он сопровождается обстрелами поэтому в данный момент это нехорошая ситуация и я хотел бы тебе сказать так гитлеровская коалиция 21 века она на сегодняшний день объединяется и как бы этот мощный кулак не ударил туда где мы не ждем я понимаю что это все будет брызги как я называю а им потом будет гораздо сложнее и больнее но в данный момент это так да алексей валерьевич вот по поводу украины ладно когда дурачок и слуги народы народа вербально заявляет о том что давайте баллистические ракеты нацелим на русские атомные электростанции и будем шантажировать россию дурак сказал ветер понес а вот когда федеральная служба безопасности публикует кадры задержания 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества мк у на территории россии это значит украинские эмиссары плотно четко и качественно работают молодежной среде вот этих ауешников других дебилов они собирают в кучку они их учат обучают их научили этому американские там еще какие-то канадские специалисты эти переезжают под видом нормальных зарубичан на территорию россии оседают тут и начинают свою работу по разложению российской молодежи создают ячейки того же и гил только украинского вот это мк у слушай но после такого надо же необходимо наверное решать вопрос уже украинского давления я не представляю себе чтобы было если бы в сша сейчас задерживали радикалов пророссийских каких-нибудь структур которые бы там призывали к терактам взрывом убийством американцев ну в сша сразу давали пожизненное будем говорить так пожизненное и так далее а россия действует по-доброму я бы не играл а вообще-то давай вспомним сталина вот и все поэтому в данный момент надо уже жестко принимать решение жестко определяться кто враг кто не враг я повторюсь жестко лишать энергетической возможности перечисления денежных средств на украину жестко лишать продуктово будем ларить санкции и так далее да люди пострадают но здесь праве заявить президент либо премьер что ребята извините у нас шастают сегодня ваши диверсанты политически творят беспредел готовят теракты и так далее мы прекращаем взаимодействие останавливаем все грузопотоки останавливаем газ если газа не хватает европе все вопросы к украине останавливают электроснабжение полностью поставку и так далее так далее и закрываем границы все вы пришли границу следующий если вы на сегодняшний день хоть раз пусть и в донбасс все место дислокации откуда вылетают ваши ракетки пульки шмульки бомбочки и так далее будут уничтожены в течение 40 секунд накрыли на так напалмом или чем там не знаю сожгли на выходит президент это как я себе представляю и так будет с каждым мы мирное население не трое ни один волос падет с мирного населения но все кто вражески будет настроен против российской федерации и так далее будут уничтожены следующий я не радикал но уже надо вспомнить судоплату что было в данный момент и как готовила спецоперация против бандеры уничтожать их надо этих мародеров тварей потому что вот эти зигующие твари я вчера так и сказал уничтожит не только киев они уничтожат всю оставшуюся украину от нее полетят лохмотят вот личное мое мнение я жестко уже подходил конечно мне страшно с одной стороны печально это говорить больно я украине с украинским пациентом но поверь мне народ и народ здесь не причем здесь вот эти негодяи которые управляют и вот эти зондер команды сволочные малолетки вот и все алексей спасибо тебе огромнейшая очень рад что смог сегодня с тобой пообщаться надеюсь мы еще до дня победы точно выйдем в эфир и поговорим и о втором мае и о самом дне победы просто люди должны помнить трагедию дома профсоюзов в одессе и люди должны гордиться своими предками которые принесли нам мир и победу сорок пятом спасите огромное и да спасибо до свидания итак дорогие друзья это был алексей валерий журавка и программа на самом деле через несколько минут вернемся и продолжим